Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Давненько я вам не показывал ничего быстрого. Настало время пасты. Первый в жизни выезд за границу у нас ненаглядный случился в Италию. Нас посадили на юге в Неаполе в автобус и провезли через весь этот сапог на север в Венецию. Это был классический зомби-тур. Мы прилетели в Неаполь, побродили по нему, побывали в Фомпеях, съездили на Капри, две ночи ночевали в Риме, парочку во Флоренции, побывали в Сиене, в Пизе, в Венеции побывали. И везде, везде нашу группу кормили в самых таких дурацких отстойных туристических едальнях. Короче, приехав из Италии, я был твердо убежден, что вся итальянская кухня это полный отстой. Понадобилось несколько лет бесчисленное множество кулинарных экспериментов, чтобы кухня Италии реабилитировалась в моих глазах. Туристические заведения в любой стране мира страшное зло. Короче, готовьте себе сами и не доверяйте плохому общепиту. Как всегда, полный перечень ингредиентов и основные этапы готовки будут в самом конце ролика. Приступим. Сначала подготовка. Из стухини надо нарезать лент. Пересолить, пожамкать и пусть лежат. Сыровяльную панчетту, лучше даже брать чайковину, у итальянцев она называется бланчали, нарезать кусочками. Панчетта, это значит бекон или подчеревок. Нужен сыровяленый. На сковороду ее, пусть жир вытапливается. Лук мелко нарубить и на сковороду панчетти. На куриную грудку нарезать небольшими кубиками. К луку ее. К этому времени вода для пасты должна кипеть. Посолить и выкладываю ее сюда. Как говорят итальянцы, паста должна танцевать в кастрюле, то есть кипение должно быть сильным. Для сегодняшнего рецепта лучше всего подходит длинная и широкая паста. Паста, значит, тесто в переводе с итальянского. Имеется в виду не тесто вообще, а изделие из теста, как в России макаронные изделия. Длинная и широкая, для того, чтобы она по формату, по размеру лучше сочеталась с лентами с цукини. Кстати, курица уже в отличном состоянии, пора добавлять томаты чели. Они придадут яркости соусу. Кстати, присолить уже пора. А теперь сливки. Я использую жирные, 35%. Такие жирные не обязательно. Выбирайте на свой вкус. Если у нас томаты для яркости, то сливки для мягкости. То есть, чтобы сбалансировать яркость томатов мягкостью, такой даже сладостью, я бы сказал, сливок. Цукини в соус уже. И надо натереть пармезана. У нас, правда, крайне дорогой, 22 евро за килограмм. Но иногда можно себя побаловать. Тем более, что у меня есть вроде как оправдание. Покупаю не для того, чтобы пожрать, а для ролика. Паста уже сварилась. Пора ее перекладывать к соусу. И добавлять пармезан. И перемешивать. Варить пасту надо до состояния аль денте. То есть, на зубок. То есть, не доваривать. Если вы сварите до полной готовности, она вся напитается водой, и соус впитать себя уже не сможет. Необязательный момент. Черный перец. Мне очень нравится. Вы на свой вкус ориентируетесь. А я так очень люблю, когда он такой яркий, острый, пахнет так классно. Свежемолотый, конечно, нужен. Паста быстро впитывает в себя соус, и он становится очень густым. Отрегулировать густоту можно той водой, в которой варилась паста. Еще разочек повторюсь. Обязательно возникнут всякие умники, которые начнут кричать, что паста только зубная. Паста в переводе с итальянского теста или изделия из теста. Любые макаронные изделия – это паста. Макароны – это макаронные изделия. Ушки – макаронные изделия. Но ушки – это не то же самое, что макароны. И спиральки – не то же самое, что макароны. Макароны изделия – да. Вермишель – это не макароны. То есть, это название конкретного типа размера пасты. Поэтому, когда итальянцы говорят «блюдо из пасты», имеется в виду блюдо с макаронными изделиями. И выбор типа, размера макаронных изделий зависит от того, какое блюдо вы готовите. Густой соус у вас, то можно гладкие выбирать макаронные изделия. Если он у нас текучий, очень жидкий, тогда лучше выбрать ребристые, чтобы на них этот соус задерживался, а не получилось так, что вы стрескали все макароны, а весь соус в тарелке остался, можно потом ложкой выхлебывать или языком вылизывать. Вот такая вот длинная и широкая здесь подходит лучше, чем короткая, чем спагетти, например. Впрочем, я вам свои вкусы не навязываю. Но, однако, уже пора и пробовать. Но для чистоты эксперимента я пригласил профессионального пробователя и восхвалителя, ну или ругателя блюд. Ксюшу, вы ее уже видели в ролике, и, по-моему, даже не в одном покажу, чем вот здесь, вот сыночку поешь, если не забуду. Пробуй, говори свое мнение, я тоже буду пробовать параллельно. То есть мне вот таких не досталось красивых, да? Да, тебе не досталось. И тебе повезло, потому что я только что купалась и есть хочу ужасно. Ну, это не спасет тебя от критики, если что. Конец декабря она купалась. Да? Нормально? Ну, я в Испанию приехала вообще-то, и тут плюс 23. Ну, мнение ужасно. На самом деле, отлично на мой вкус, и температура правильная, и сливочность великолепная. И, я думаю, цукини я еще не успела попробовать, поэтому сейчас для чистоты эксперимента здесь еще будет цукини. Причем я не знаю, что здесь находится, я обязательно ингредиенты, все остальное посмотрю потом. Я все время, пока Димка готовил, я плаваю. Так, а я кусочек курицы попробую. Ммм, вкусно. Мне кажется, что ничего не надо добавлять сюда. Ну, и убавлять, скорее всего, тоже не стоит, если вы хотите очень вкусное сливочное блюдо. На мой вкус, это, сейчас кто-то скажет, что это похоже на какие-нибудь итальянские классические... На карбонару. На карбонару. Но карбонару отличает по вкусу от этого блюда отсутствие в карбонаре овощей. Они такую легкую кислинку и какую-то легкость, что ли, создают этому блюду. И мне кажется, оно не настолько жирное, не настолько тяжелое, как карбонаро, и для тех, кто сливает свою фигуру, оно годится. Для тех, кто чаще заплывает, кстати, тоже. Короче, готовьте, наслаждайтесь итальянской кухней, не доверяйте общепиту, тем более плохому общепиту. Готовьте сами. И вы влюбитесь в итальянскую кухню так же, как и я. Это очень вкусно. Извините. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!